Пока Аврора шла вдоль отравленного моря, разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернёмся. Теперь, увидев зависший на долине и дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алёша весь извёлся от волнения, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться, предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня, пожалуйста, держись. Без тебя мне незачем жить, не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова. Значит, уехали мы из тайги и куда-то направляемся. Давай посмотрим, куда. Аня плохо. Аня болеет. Артём, знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Все эти реки, горы, пустыни, это всё не то. Океан и точка. Верила, что доедем. Доеду. Да ладно. Артём, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасёшь. Правда? Да, конечно. Я тут всех спасаю. Артём, иди. Я ей наркоз дам, пусть пастит немного. Я так и знал, что в поезде есть наркоз. Как бы некоторые здесь очень странные ребята. Там разговор есть. Давай, пойдём. Эй, золотые руки, леньки тоже потягивайся. Чё случилось, пацаны? Стёпа, ты это я... Какой вопрос? Да, сейчас иду. Ну, скажи, что случилось? Артём, не волнуйся, всё будет окей. Это Алёша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слышишь. Алёша выходит на связь. Эй, блядь, слышу, у нас же разговор есть. Вот это я понимаю. Пойдём, Артём, разговор есть, и передо мной дверь закрывать. Так нечестно вообще. Чё здесь происходит? Чё за движняк, пацаны? Как она? Херово. У нас новости нехорошие, похоже. Есть втул, не? А других у нас уже давно не бывает. Давай, ну, садись. Спасибо большое. Я уже сам начал искать. Скоро будет. Этот снимок Новосибирска мы сначала посчитали испорченным. Так я что здесь? По описанию, зона сильного заражения показана зелёным, а некорректные данные – малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся и выходящие запредельные для измерительной аппаратуры значения. То есть? Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска ещё 500 километров. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Радиация за бортом уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно... Да ладно. Я скажу, что делать. Да не может быть. Мы с Артёмом пойдём. Это не по облике. Мы все пойдём. Нет, как полковник. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал её в тот чёртов подвал. Артём своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы Орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание Ордена. Это наше с Артёмом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе. Мы не знаем, где точно находится лекарство. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и Ани, и Ани, и Руга. Он тот справа, в тельняхе. Ну и третье. Куда мы не длинули на рассуде? И застрять на Аброре в снегах нам что? Херово будет нам, да. И Аня болеет, ребята. А вы об этом не помните. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни, Инах. Это в городе большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Аброры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аброру к земле. Вот ваши задачи. Так точно, батя. Паш, приступить к подготовке. Приступили. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Не, наверное, что тут будет. Наверное, вообще. Ты первый. Он жёсткий. А что там радиация смертельная? Так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? Точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Олрайтненько. Давайте, ребята. Что там с ними? У меня вроде бы всё готово, всё сделано. Так что поехали. Поехали, ребята. Новосибирск. Это то, чего мы ждём. Это то, во что мы верим. Она пока держится. Она верит в меня. Верит в нас. И верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мёртвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти её. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованной зимой и радиации город. Найдём ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. И это правильно, ребята. Это верное решение. Это то, что нам нужно. Давай посмотрим на разрушенный радиоактивный Новосибирск. Ух ты ж, ёпта. Прохладненько здесь. Однако-то. Однако прохладненько. Блин, и мне, мне аж холодно, блин, играть в это, понимаешь? Ужас какой. Всё-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, мосты целые и фон растёт. Сумасшедших, похоже, не будет. Да, не целые заброски стоят. Восемь разов выше, чем в Москве, и по-прежнему растёт, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Да, смотри-ка, радиация просто ебенит. Это просто жесть. Скоро у меня часы сломаются от этого. Давай. Что такое? Ну что, готов, Артём? Да, я готов. Готов, батя. Пойдём, короче, и башни этих землей. Как обычно. Как мы любим. Пойдём. Хорошо. Спасибо, брат. За это корпорацией. Так, и куда мы идём с тобой, батя? Вот оно что. Вот оно что. И идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то. Альфа. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артёмом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Да, на поверхности здесь, смотри, какая жопа вообще. Ну давайте начали, пацаны. Эй, кто-кто мне мешает пройти? Удачи. Спасибо. Спасибо, ребята. Всё, мы отправляемся. Мы выдвигаемся. Пойдём. Пойдём, не мешки, батя. Вы идёте на задание, чтобы спасить эти Ани, да? Да. Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артёмом не вернёмся. Договорились? До свидания, дядя Артём. Пока. Пока всё тебе хорошее. Прости, что мешку не нашёл. Это я так заранее извинился, если вдруг что-нибудь случится, как бы. Тихо, тихо. Она только заснула. Вы уже идёте? Да. Надеюсь, успеем. Смотри-ка, умею. Я телепат. Они сильные, она вас дождётся. Обязательно дождётся. Вы только возвращайтесь. Силой мысли, смотри. Спасибо, Катя. Пиздык. Чирик. Ку-ку. Смотри, никто так не умеет. Зареху Янга. Хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя-хуя. Дай её поглажь, потрогай, точнее. Теперь я заставлю, кастик, наверное. Вот тебя, вот. Всё будет заебись, не волнуйся. Всё будет заебись. Правильно, правильно. Руку там, где надо, держишь. Всё, маломужчина, всё. Так, отчитался. Если чё, потом спросят, как бы, если вдруг предъяву женщины будут, типа, блядь, ты даже не зашёл со мной, там, не сказал мне пока. А нихуя, есть свидетели. Да, пойдём, бать. Пойдём, дорога нас ждёт. Нихуя, это у него пушка такая? Хуя-хуя-хуя. Я жду машины. Давай, давай, я подумаю, что взять с собой. Это чё-то жёсткое нас ждёт, ребята, сегодня. Пушки я почистил. Чё-то прям, прям пиздец. Вам нужнее. Так, у нас здесь всё заполнено, всё заполнено. Стрелочки. Стрелочки пособираем. Это пособираем. Так, а чё у меня из пушек-то сейчас имеется? У меня имеется пися. Пипися. 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 Ммм, ну здесь надо бы чё-нибудь. А сколько стоят эти детали? Вот я не вижу здесь, сколько стоит мне установить всякие штуки. Для калаша. Это всё хорошо. Это всё хорошо. Это мне... Это вот, вот, блядь, я не знаю, прицел нужен. Нет, прицел мне не нужен вообще. Это бесполезная херня. Обоймочку побольше сделаем, да? Лазерочку. А там у меня ещё какая-то пися появлялась. Нет, здесь всё в порядке. Здесь всё хорошо. Оружие почищено вроде бы, да? Как я много ресурсов сразу же потерял. Так, теперь мне нужно патриков сделать для калашек, потому что я сильно много потратил патриков. В своё время, как говорится, да? Ух ты! Какие у нас есть стрелы интересные. Давай с арбалета погоняем. А чё бы нет? Так, вот эти вот патроны мне нужны. В определённом количестве, да, так сказать. А вот эти вот мы разбираем. Вот эти вот мне патроны не нужны. Вот эти мы накрафтили. Здесь ещё, здесь ещё, здесь ещё. Вот так вот пойдём. Мне кажется, вот так вот будет вообще нормально у нас. Так точно, брат. Со щитом или на щите. Главное, что с арбалетом. Всё, все готовы, ребята. Я отправляюсь. Давай, откуда у нас тачка эта? Мы её с собой везли, охуя. Погоним. Э, ладно, понял. Понял, мне вот здесь садиться, да? Поехали. Блядь, мне кажется, что-то жёсткое нашли сегодня. На. Удачи тебе. Кроме нас, ей надеяться не на кого. Давайте, ребята. Смотри, как нас все провожают. Как будто это всё, блядь, да? Это что-то пиздец какой-то. Давайте, давайте, ребят. Интересно, а воздуха хватит? Что-то они так долго дышат в масках. Когда бегаешь просто, блядь, постоянно требуется. Похоже, эвакуацию провести не успеют. Конечно, не успели. Попробуем подняться на площадь. Создание вокзала. Вход в метро где-то там. Давай, хорошо. Мне интересно, какие здесь монстры обитают. Мне уже интересно. Пешком было бы легче, но и скобитом лучше не вылезать. Меньше радиации схватит. Ну, искнем. Давай, давай, блядь. Вези нас к победе. Вот это ад. Ну, как тебе, блядь, дорога к мечте. Не жалеешь? Вижу, жалеешь. Ну, что там за свет? Сейчас за все это такое. Артем, мы справимся. Да я не очкую вообще, как бы. Я абсолютно спокоен. Ты что там очкуешь? Можно выбраться. Держись, ща тряхнёт. Блядь, ты на что наехал? Ебать, тут нормальный был. Горочка просто. Вот это внедорожник у нас, пазик. Давай, цепляй, конечно. Арматуренный цепляй. Да и колеса порвём ещё. Ебать. Танк стоит, смотри. По ямкам, по кочкам, по маленьким лесу. И нормально так распидорасило здесь всё. Ну, по-моему, реально выглядит лучше, чем в Москве. Смотри, сколько машин. Военные всё перекрыли. Похоже на крыло в разгарной эвакуации. Так. Мне тоже можно выйти, не? Заебись. Вот они и планы наши. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду, куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так. По карте вход в метро. Тут недалеко. Так, ну рассказывай, как вы, бля. Куда мне ехать? Я водитель такой жёсткий. Береги машину. Я берегу, у нас всё в порядке. Дорога ведёт в центр. Давай вперёд, но поглядывай по сторонам. Может будет где спуск в метро. Давай, если что, я крикну. Машину берегу, не переживай, нормально. Еду, еду аккуратнее, чем ты. А буря всё усиливается. Так, главное вот так вот проехать нормально, чтобы было. Дико выглядеть. Для нас, бля. А меня отсвечивает всё. Может, в Москве всё же лучше. Тут дорога такая, смотри, прямая. Как бы, блядь. Понятно, куда ехать сразу. Некуда. Не заблудишься. Давай вакуум, налево. Только не торопись, а то застрянем залетёт. Давай по прямой. Хорошо, понял. Еду, как скажешь, здесь по-моему. Поворотов-то нет вообще. У нас с тобой туннельное, как бы здесь. Туннельный Новосибирск. Аккуратнее, Артем. Аккуратней. Заезжаю нормально всё. Ебать. Ад какой-то. Долго мы тут не протянем. Так, надеюсь, мы сейчас найдём вход метро. Как обратно на проспект. Давай, давай, давай. Давай, брат мой. Балет, чёрт, чёрт. Да я нормально, я легко. Ах ты, ёперный балет. Снова пробка. Ёперный балет? Балет, бля. Ёперный театр вообще-то, бля, я не балет. Опа. Приехали, чёрт, потери. Всё, застряли, походу. Дальше на своих двоих придётся. Надо спешить. Фон всё растёт. Фильтров надолго не хватит. Всё, понял. Понял. Поехали, поехали. Только ты не тормози, пожалуйста. Если чё, за мной давай. Да я бегу как бы. Давай ты уже не останавливайся. А мы бежим, 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 бежим. Так, и чё у нас здесь? Здесь у нас пиздец начинается. Причём, знаешь, пиздец такой полный. Мы по сугробам прям идём. Ёп твою мать. Ну я ж там дорожку оставил. Говорит, не останавливаюсь. Я иду в два раза, в три раза быстрее, чем ты. Ёп твою мать, как здесь красиво. Вот это я понимаю. Светофоры, хуёры, машины навалены. Но где-то здесь должен быть вход в метро. Батька, не отставай! Так, чё у нас здесь? Здесь мы как-то пройдём или батьку ждать? Видимо, батьку ждать. Пошли, не может, тут получится спуститься в метро. Давай. Давай, как показывай. Через автобус! Давай, хорошо. Ёп твою мать! Вот это нормально. Нормально, 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 нормально. Артём скатился. Дээээм. А ты? Батя? Батя нормально, батя здесь. И как ты хочешь что-то сделать? Раздвинуть вот эти двери? Всё привалило. Есть идеи, как попасть в тоннель? Как? Вот так? Единственная идея. Ух ты ж, там, там жмур, смотри, блядь. Там жмур в виде мороженого. Замороженные люди. Здравствуйте, замороженные люди. Люди в Голливуде. Люди как на блюде. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Да, это точно. Идём дальше. Только не расслабляйся. Эти, понятно, уже не кусаются. Но, мол, ли кто тут выжил? Ну, пойдём, пойдём. Нам надо на станцию площадь. Ой, блядь, извини. Артём, дыши. Дыши глубже, Тёма. Метро-то тут не особо глубокое. А радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Так, давай вот так сделаем. Но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Пауки ползают, заебали. Ну, что, родная стихия, всё как в Москве. Теперь не пропадём. Ну, проходи, батька. Проходи, всё нормально. Любитель попиздеть. Вот так вот лучше. Мы уже в тоннеле. Да ладно, неужели люди не обустроили это метро, как в Москве? Где? Сейчас полезу. Но ничего, нам не впервые. Где твари? Гули в смысле? Прямой дороги нет. Артём, осмотрись тут. Нам надо попасть в соседний туннель. Осмотрись тут. Ты меня отправляешь гулем. Сам здесь останешься. Ну его нахуй. Блядь! А это кто? Здесь другой арангутант. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. А что за нахуй? Акула? Блядь, блядь. На кого он похож? На кого он похож? Блядь, в земле роются такие говнари. Ребята, как они называются? Какие-то... Крыса роты. Крыса роты. Я не знаю. Землероты. Землерой. Хрен пойми. Кто эти монстры как-бы? Блин, еще лезут. Приготовься. Да, я готов. Хоть ты меня не бросил, блядь. Я думал, я один здесь буду справляться со всем этим. Хоть ты меня не бросил. Давайте. Так, спокойнее. Все хорошо. Блядь. Задирай. Тихо. Втыкаем, втыкаем. Блядь, какая у него морда красивая. Отходим немножко. Отходим, батька. Прикрываю тебе. Жопа, блядь. Все патрики потратил. Все, что накрафтил. Ой, блядь. Смотри, какая довольная поза. Он просунул руку в рот своему товарищу. И то они на колонии. Такие красивые, такие милые все. Как это нет? Значит, есть люди. Все достаточно просто. Логический вывод. Что по радио идет? Михаил Иванович, это Федоров с 12-го участка. Тут такое дело. У нас пильтует рука совсем. А то сибирской твоей осенью поменяли. Так, давай здесь сделаем. Нам нужен свет. Нам нужен свет. Да, я бы хотел ресурсов побольше, потому что я только что патроны проебал. И вот это вот неприятно. Патрики нужны. Нужно крафтить. Нужно получать удовольствие. Ой, и грибочков много растет здесь. А вы говорите, нихуя здесь нет что. Блин, здесь какой-нибудь монстр по-любому местный обитает, знаешь. Какой-нибудь босс. Жесткий. Из тайги там и выбрались, блядь. Ёбаный театр. Вот и монстр. Анаконда, нахуй, в виде червяка. Червяконда, блядь, здесь обитает. Точно. И куда я пришел? Вон, смотри. Червяконда, блядь. Червяконда, подожди. Опа-на. Мне сюда, видимо. Так, вот это возьмем. Что это такое? Трупы? Клетки с трупами. Кто-то их посадил в клетку? Да. Так, командиру группы быстрого реагирования ОСКОМ подполковнику Хлебникову настоящим приказываю передать арестованных мятежников особому отделу и немедленно выдвигаться на станцию Сибирская для занятий обороны на ближних рубежах. Председатель ОСКОМ, генерал-лейтенант Виноградов. Понял. Что это за узоры такие? Вайссайд, что ли? У этого такая же маска. Вот так вот некоторые смотрят видосы на YouTube. Все четко. Есть, что еды. Вот так вот смотрят. Вот так вот. Помогите мне. Что такое? Ну ясно, что остался. Но это было бы, блядь. Да я нормально, это по плану было. Да я, блядь, и сам мог бы. Я чисто за грибочками. Давай, спасибо. Варфейс. Хуяк. Ладно. Все идет пока по плану. Все идет прекрасно у нас. Немножко жестковато, конечно, но по плану. Ну идиот. Только теперь уж смотри по от ноги. Да, хорошо. Так, вот это вот мы и взяли. Давай вот сюда вот все. Тихо. Что там падает? Что там сыпется, блядь? Вот они, трупы. Что в ней воткнуто? Флеер воткнут, да. Здесь кто-то валялся. Блядь. Ужас какой. Твой пулемет. Здесь кого-то крошили, смотри, строчи. Ебать, чувак на работе засох. Ну, что там? Ёб твою мать. Как их распидорасило всех, а? Господи, боже мой. Здесь была война, видишь? Ограждение пулеметы. Они держали оборону бронелетучками. А как их пожгли, взорвали тоннель. Видно, подкрепления не успели. Пошли на станцию. Может, там что-то прояснится. Пойдем. Я очень жду, пока ты идешь. ДШК, вечные защитники. Так, здесь ничего не работает. Полномасштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. Но выживших тут видно было немало. Пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Ёб твою мать. Да, я подкачаю фонарик. Давай, братишка, пошли. Что-то мне не по себе, Артем. Ну да, блядь. Не каждый день по такому количеству тел ходишь. Но ничего, нормально. Лесенка и лесенка, хули. Жестко. Жестко. Но красиво, атмосферно все сделано очень. Мне показалось, что ли кто-то перезарядил что-то здесь. Ничего не мерещится. Радиация. Хватанули мы порядочно. Не прислоняться. Так, хорошо. Видимо, мы в нужном месте. Да? Так, вот здесь. Опа-на. Кто-то тоже пытался открыть дверь. Там кто-то рычит. Да ладно. Похуй. Бля, не работает. Там кто-то дышит. Пойдем к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию. Блядь. Гермоворота? Двуполые? Что это? Слышал? Слышал? Тише. Вот. Еще раз. Это что за... Ёбаный театр. Ёбаный. Ну, дед, ну я так и знал, что ты всякую хуйню здесь наворатишь мне. Воу. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что-то слишком плотненько. Плотничком пошло. Что за поебень? Они повсюду. Они нас окружают. Они будут жрать нас, дед. Спокойно. Тихо, блядь. Спокойно. Живем. Живем пока. Пока живем. Пока живем. Пока все отлично. Ёбаный. Ёбаный. Это пиздец, блядь, анимать. Я думал, мерещимся опять. Будто мертвецы поднялись. Попали в самое логово этих тварей. Да-да-да. Они здесь спали под трупами. Давай попробуем открыть ворота. Давай. Я пытался, кстати. Но у меня не получилось. Помоги-ка, Тём. Взяли. Ну давай возьмем. А там, скорее всего, жизнь, мне кажется. Там по-любому кто-то живет. Давай посмотрим, кто здесь живет. Это станция Сибирская. Тот должен быть переход на другую ветку метро. Окей. И чё здесь? Здесь решетка. Здесь нету рубильника. Оском. Ты долго будешь там, блядь, своими ебенями шевелить? Дорогой мой уважаемый. Сколько можно, дай? Я понимаю, старенький, вся хуйня. Давай выбьем ее нахуй. Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Да, это точно. Ну, блядь, другого ожидать не стоило, наверное, не? Или ты ожидал, что здесь сейчас тебе душ встретят, там, в ресторан пригласят и так далее, блядь. В душ сходить, в смысле, разрешат. Ну, нет. Все, пиздарики всему. Зато ресурсы есть. Сейчас записка. Подполковник, вымирал, захваченные саботажники, бла-бла. Нихуя себе вы здесь книжку написали. Так, это чё такое? Артём, осмотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. Так, нежилая зона, бла-бла-бла, метро. Метрополитена, схема линий. Студенческая площадь Маркса. Площадь Станиславского. Пошли. Все метро строились, похоже. Так что здесь должна быть вент шахта. Давай, пойдём. Пока всё чисто. Я не вижу здесь никаких опасностей. Вот эти вот монстры не страшные. По-моему, Геральды из Ривии были страшнее. Которые... В начале были. В московском метро, в смысле. Сюда не попасть, дед. Всё, пизда. Сейчас на нас сверху будут прыгать, а мы будем визжать. Пойдём прямо, выйдем в вентиляционный тоннель. Оттуда, в соседний, путевой. Да. Пойдём. Спрыгай, тебе помочь? Не, сам спрыгай. Красава. Вот железка, чёртова. Нормальная железка? Чё ты, блядь? Чё там? Чё ты втихоню играешь? Артём, слышал? Будь на готове. Я так и знал, блядь, сейчас будут прыгать на нас. Эта решётка не закреплена. Глянь, что там. Давай, посмотрю. Ёбаный нахуй. Опачки нахуй. Малец, ебать. Живут здесь люди, ещё как живут. Это мини-Артём, блядь, тоже решил людей искать, пошёл. Давай! Маленький, блядь. Ты чё, блядь, в один дом она игрался? Нихуя ты телепортируешься. А белочки, что ли, юзаешь нахуй? Нечестно. Охереть, пацан жарит. Просто, блядь. Чё он делает, блядь? Я реально, я как будто в один дом попал. Да тихо ты, блядь, маленький. Блядь. Блядь, 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 блядь. Ты где? Охуеть, он резкий. Где ты, маленький? Он по-любому где-то здесь. Сейчас мы его за яйки схватим, смотри, сейчас по шапке ему наскучим, блядь. Смотри, ты маленькое говно. Смотри, он перегородил всё-таки бочкой. Давай, 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 пиздёк. Пиздёк. Ты как здесь оказался, блядь? Я здесь не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны. А вот ты... Ёбаный дурачок маленький. Стой, Артём, держи. Стоять. Куда пошёл? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь? И тут он сейчас по-французски. Эй, блядь, я жил, сёру, 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 сёру. Передовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения ОСКОМ. А больше я вам ничего не скажу, можете сразу убивать. Значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из ОСКОМ. Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам командиру? Да, пиздюк, веди командиру нахуй. Артём жёстко как бы играет, блядь, в эту игру. Артём не церемонится, давай. Жопу тебе быстро разобью ремнём своим. Красный будешь ходить. Жопа будет красная, понимаешь? Хоккей, спорт. Пойдём. Да, теперь фонарик хоть не надо будет. Юзать. Ну, проспект. Какая ещё? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артём. Стой. Всё чисто. Ну, идём. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Ха-ха-ха. А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зелёнку вынесли. Какие там задания? А кто здесь так неровно? Прелесть ты-то повесил нужные. Вещи хорошие висят. Вы знаете? Подождите. Вы вообще с какой станции? У меня ещё Молотов есть. Артём с ВДНХ. Я из полюса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас. Так, блядь. Так, блядь. Хуёво. Подсадите меня! Скорее! Давай, меня подсадите! Блядь! Меня тоже подсадите! Блядь, пожалуйста. Меня, пожалуйста, подсадите, блядь. Как он не сгорел. Как они не загораются? Блядь, маленькие. А, ну это что скажете? Что там у тебя? Что там у тебя, дед? Давай. Хуярик, давай, покажи залупу эту. Как она пиздит, давай. Вот так вот прицеливаешься, ага. И? Такие они бегут, смотри. И ты промакиваешься, нахуй. А, не, нормально. Слушай, а что ты раньше этого не делал, блядь? Есть только патронов. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Я грену кинул. У меня здесь где-то стрела должна была быть. Ага, вот она. Давай, давай, давай. Смотри, вон они, вон они, вон они. Во! Во! Вот загорелась, родная моя! Посмотри! Вот это адское пламя, блядь, это адское мя, они сгорают. Давай, давай, давай. Молтами накидали. Да, нравится тебе, блядь? Нравится? Моими словами, говорит Питер, маленький, хорош мой. Хорош дед, блядь. Нравится ему? Нравится? Охуенная картина. Вот это да. Да ты серьезный мужик, ты просто всех их накидал. Я даже много не потратил. Так, теперь подсади меня. Видишь, как удираю? Вот это я понимаю. Ну что, рядовой хлебников, можешь выходить. Ау, парень, ты где? Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? А все. Нельзя было его от себя отпускать. Ах, жой! Чего? Честно, я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артем мой боец. Мы прибыли из Москвы на обозье. Ну-ка, могу ли я сделать какую-нибудь штуку тенью? Обойдите просто. Подождите секунду, я ворот открою. Давай, спасибо. Спасибо, братан. Да я и так уже иду, не дергайся, все нормально. Вы уже вошел, точнее. Так, здесь что? Сейчас нас встретят, чувствую поеблету. Ух ты. Гидропончик. А дальше что? Это он здесь живет, типа? Или здесь родители где? Верстачок есть. Смотри-ка. Ну, че там? Ты че-то рассказывал? Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел. А больше нет никого. После войны никого не осталось. Охуеть. С батей здесь вдвоем. Чего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались. Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был. Как у богачей. Так и выжили. Артем, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алешей потерялись. Откуда это у вас рядовой? Байкал. Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Волга. Он зашкаливает, связи нет. А когда он вернется? Электромагнитная активность. Давно? Фон норма. На связь уже три недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Нормально ты похлебку варишь? Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попадания и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артем, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой. Надо им сообщить. Давай. А мне опять что делать? Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник? Слышу хорошо. Как мы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артем в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабела, что... Аврора, повторите. Прием. Да постараемся-то по-любому. Что там? Это не могут здесь. Аврора, как слышите? Прием. Носочки смотри. С Авророй связи больше нет. Опять помехи. Артем, если его отец... Рядовому Хлебникову, аккумуляторы, не скучать, на грязные станции не ходить, дверь убежище держать заперто. Это батя оставил... Действительно вычислился. А это... Записываться. Это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарства, встретимся здесь, потом вместе за машиной. У него шлем из папы. Детераты на улицу нельзя. Осталось три ампулы. Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Да, хорошо. Кстати, если хочешь, бери рельсу мою. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. Да ладно, ты мне отдашь песоску? Так, про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Подожди, реально? Реально песоска у нас? Какая-то? Ёбаный театр. Ты мне... А чё, чё, какую, какую рельсу? Какую рельсу твою? Какую рельсу? Где, 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 где? Писечка, писечка. Ёбаный театр. Так, а вместо чего? Вот это вот возьму. Нет, вот это вот возьму. Потом берём мы... Место дробаша, наверное. Не, вместо автомата. Вот нахуй. Вот это я понимаю, вот это писька, блядь. Вот это да. Патроны нужно только скрафтить на неё. Но у нас нету нихуя на самом деле. Так, вот так вот, вот так вот делаем. Бля, надо ко всему... Фильтры? Фильтры сказал сделать. А у меня нету нихуя, ребята. Чем, чем рельса стреляет? Давай посмотрим. Чем рельса стреляет? 20 патронов. Вот этой вот за лукой стреляет. Так, 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 так. Вон, пятьдесят теперь у меня есть, да? Я, наверное, могу зажигательные и сделать не. Нет, вот этими и должен. Видите, что вы? Это запросили, боец. Вот, благодаря чему они выживали все это время. Что, и ширялись, что ли? Чем, чем вы занимаетесь здесь? Пацан. Ну что, готов? Это че? Это куда? Я уколов боюсь. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед. Ёб твою мать. И что это такое? И почему я ползу? Я хочу встать. Что здесь за нахуй творится, ребята? Куда меня вообще отправили? Для чего я здесь? И какого хуя? Что здесь происходит, мать твою? Тёма один не любит ходить. Тёме не нравится темнота. Тёме страшно, когда темно. Блядь. Зачем Тёмку отправили одного? Как красиво это всё сделано, конечно. Эпично так. То есть здесь жили люди. Видишь, всех перехуярило. Можно рейсики пособирать. Люди жили, не тужили. И вот такое вот произошло. Охуета, да? Пока никто на меня... Охуенная пися. Вот это я понимаю, пипиндрочка. Зелёнка. Здесь продавали зелёнку. Бары, какие-то заведения. То есть люди здесь обжились. Нормально всё у них было. Но вот гражданская война, типа, вот их всех подкосила. Да, такая вот залупа произошла. Это как центральная улица, типа. Отстреливаются просто на ура. Вот это пися. Не рычи на меня, нахуй! Пошли нахуй. Патрики есть, они ваншотятся. Это лучше, чем дробовик и чем... И что-то ещё, блин. Охуеть, ребята, ребята. Женщина. И мужчина. Ёб твою мать, как же это всё очково. Ебать, их здесь переконтужило. Здравствуй, крыса. Здравствуй, крыса. Есть ли здесь что? Есть. Ресурсы это всегда полезно. А я вместо дробовика же взял, да? По идее, можно сломать патроны для дробовика и, соответственно, действовать без них. Вот этот ящик могу вскрыть? Бля, сколько здесь полезного. Так, подожди, подожди. Сейчас чихнуть хочу. А? Ай, чихуй! Ой, хорошо, спасибо большое. Так, вот здесь вот должен я пролезть, да? Или вот тут? Вот там вот явно есть вход, видишь? Вот там вот. Вот там вон дырка какая-то. А нет. Слушай, а мне и не сюда получается, да? Вот эту вот дырку я должен приподнять. Но я никак не могу приподнять эту штуку. Что-то еще должно быть? Какая-то подсказка. Danger. Стоп. Говорит. Чувак себя застрелил и женщину свою, видимо, да? Да, здесь я никак пройти не могу. Все ясненько. Слушай, жестенько, жестенько пошло. Здесь тоже. Здесь я тоже не могу никак перелезть, и у меня нет дырочки. Так. Я должен идти вот сюда, видимо, да? Блядь. Зачем стрелял? Вот оно как. Ёб твою мать, в каких позах они поумирали здесь все. Блядь. 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 Что я делаю? Что я делаю? Что они делают? Что они делают, блядь? Кто эти бабайки? Сука. Опасная ситуация, братья мои, сестры. Очень опасная, блядь. Это не в тапки срать, блядь. Это... Блядь! Ты че, сука? Ты че, сука, блядь? На Темочку! На Темочку напал, блядь. Кто еще на Темочку? Там грибочки внизу. В упор не дамажит вообще, пиздец. Десинхроны. Еще! Сколько у вас там, блядь, ебаных. Даунов, блядь. Блядь! Так, все отлично. Патрик еще есть. И долго... А! Короче, я должен делать вот так вот, я понял. Вот так. И чуть-чуть подкручивать. Можно полностью покрутить. Вот это заебись. И что я сделал? Что я открыл? Там все рушится? Какого хуя? Че я надел? Мне сюда, походу. Пизду их нахуй! Давай, Темка! Сябывай, как никогда не сябывал. Так, 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 так. Здесь еще какая-то залупа. Тут грибочками пахнет. Грибочки мы забрали. Взять бы вот этот пулемет, блядь, с собой. Здесь тоже забираем. Здесь тоже. Что за хуйню я делаю? Друзья мои. Впереди огромный, блядь, страшный тоннель и лодка. Видимо, я... Что на мне? На мне пиевки. Видимо, я там кого-то разбудил, блядь. Итак, братья мои и сестры. Мы с вами дошли уже так далеко, так глубоко. Я не знаю, что будет дальше. Но это должно быть завораживающе и интересно. Столько мест, смотри, можно пролутать. Поэтому, если хочешь еще метро, не забывай въебать мне сущный королевский лайк, потому что мы подбираемся с тобой к чему-то сокровенному. Узнаем ли мы тайные загадки? И какая будет концовка? И скоро ли она самая интересная? Не знает никто. Ну че, друзья. Спасибо за лайк, как всегда. Увидимся на новом видео. Пока-пока. Муэ.